Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим знаменитый салат Тиффани. Уверена, что вы знаете о нём. Возможно, даже готовили. Просто покажу, как его делаю я. Салат получается очень вкусный и эффектно смотрится на любом столе. В описании под видео указано количество ингредиентов. Для салата нам понадобятся орехи, которые я подсушиваю на сухой сковородке. А потом нарезаю достаточно крупно, чтобы попадались крупные кусочки и орехи ощущались в салате. Перекладываю их в миску пока, подготавливаю все ингредиенты. И обязательно к этому салату я мариную лук. Беру достаточно крупную луковицу, нарезаю четверть кольцами, перекладываю в миску. Добавляю соль, сахар, уксус обычный 9% и заливаю кипятком. Оставляю минут на 15, чтобы лук промариновался. А пока буду заниматься подготовкой других продуктов. Я салат делаю на копченой курице. У меня вот куриное филе. Знаю, что многие готовят его на отварном курином мясе, что тоже очень вкусно. Тут уже выбирать вам. Я нарезаю вот так вот небольшой тонкой соломкой. Также можно использовать куриный ограчок копченый, но только снять предварительно шкурку. Делю на две части, одна больше другой. И большую часть выкладываю на то блюдо, на котором уже буду формировать, собирать салатик. Ну и потом, конечно, подавать. И вот так вот выкладываю, чтобы у меня получился, образовался круг. Лук у меня уже промариновался. Я его откинула на сито. И большую часть лука выкладываю вторым слоем. И далее наношу сеточку из майонеза. Так просто делать это удобнее. Наношу достаточно густо. Вы регулируете количество в зависимости от ваших предпочтений. И промазываю вилкой. Но хочу заметить, что первый слой должен быть смазан хорошо. Только тогда салат пропитается. И далее выкладываю на этот слой большую часть орехов. Меньшую, соответственно, пока оставляю. В салате будут повторяться слои, но салат будет иметь такую форму полусферы. Поэтому, соответственно, у основания он будет шире, а кверху будет сужаться. Далее на крупной терке я натерла сливочный полутвердый сыр. Большую часть выкладываю. И наношу сверху снова майонез. Следующим слоем будут идти заранее отваренные куриные яйца. На этот слой я буду натирать 2,5 из 4 яиц. Распределяю вилкой. Опять же, формирую салат так, чтобы кверху он становился все уже, сужался, как бы становился конусообразным. Далее яйца я солю и добавляю молотый черный перец. Снова сеточка из майонеза. И теперь все слои повторяю. Выкладываю всю курицу. Затем сверху уже весь оставшийся лук. Майонез. Орехи. Выкладываю оставшийся сыр. Снова майонез. И натираю оставшиеся яйца. Яйца солю. Молотый черный перец сверху. И майонез. Теперь я уже наношу майонез не только наверх салата, но и на бока. Так как мы салат будем украшать виноградом. И нужно, чтобы он, соответственно, хорошо держался. Поэтому так густо наносим. И затем я промазываю ложкой. Салфеточкой убираю лишний майонез, чтобы салат эстетично смотрелся. И для украшения нам понадобится виноград без косточки. У меня киш-миш. Я его нарезаю пополам. И украшаю салат. Выкладываю сверху. И получается у нас очень-очень красиво. Салат нужно поставить минимум на 2 часа в холодильник. И уже сразу же можно его и подавать. Чем дольше салат настаивается, конечно, он больше пропитывается. И становится наиболее вкусным. Его можно нарезать вот так вот красиво порционно и подавать по тарелкам. Салат не только вкусный, но и очень эффектно и красиво смотрится на любом праздничном столе. Пишите свои отзывы в комментариях. Всех благодарю за лайки, просмотры и подписку. Всем мира и добра! Пока! Салат не только.